Сегодня началась диспансеризация ветеранов боевых действий. Она проводится по просьбе Краснодарского регионального отделения Российский союз ветеранов Афганистана и при поддержке губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Направлена на то, чтобы помочь бывшим военнослужащим в короткий срок пройти медицинское обследование. Это будет проводиться в период с 15 по 18 декабря включительно. Ветеранам боевых действий необходимо по месту жительства, где они находятся в поликлинических отделениях, пройти эту диспансеризацию. Она будет проходить с утра, где-то с 8-9 часов. Но это не значит, что после окончания 18 числа мы дальше не будем проверять, диспансеризировать наших людей. Эти люди очень нужны нашему государству. Все поликлиники города предоставляют для ветеранов боевых действий такую возможность. Тем более, что современная медицина не стоит на месте и, например, в первой поликлинике возьмут кровь не только для того, чтобы определить уровень сахара и холестерина, но и выявить онкомаркеры. Их обнаружение позволяет заподозрить наличие опухоли в организме на ранней стадии, проводить масштабные скрининговые исследования и отслеживать динамику болезни в процессе лечения. Мы не понаслышке сегодня знаем, как важна борьба с терроризмом, как важна охрана интересов нашей страны. И, безусловно, сегодня мы готовы предоставить все современные возможности сочинской медицины для сбережения здоровья данного контингента пациентов. Как правило, мужчины – редкие гости в поликлиниках. Но сейчас им предлагают сделать кардиограмму, провести исследование сосудов и сердца с помощью УЗИ, а также других внутренних органов. Нас так приучили мы, свои болячки, держим в себе и редко ходим в поликлиники. Поэтому огромное спасибо губернатору Краснодарского края, мэру города, союз Российский совет ветеранов Афганистана, которые организовали эту акцию для того, чтобы можно было без очередей, самое главное, пройти диспансеризацию. Такая акция для ветеранов боевых действий проводится во всех городах Краснодарского края.